всем большой большой привет стартовал футбольный сезон в белоруссии и во всю мощь возвращается подкаст вся соль мы наконец-то записываемся оффлайн пока без зума и теперь мы буквально на расстоянии в полутора метрах соблюдая физическую дистанцию подкаст вся соль второй сезон меня зовут егор колесник как всегда мой большой друг и коллега пресс-секретарь футбольного клуба шахтер солигорск виктор володько витя здравствуй безумно рад тебя видеть да привет привет югор действительно ну если честно даже немножко ждал вот этого момента когда начнет наконец начнем записывать это твой бархатный голос и микрофон подкастерского да да в оффлайне потому что ну не знаю смотреть в монитор постоянный как-то как-то согласен энергетика присутствует и у нас сегодня физический гость которого можно даже потрогать мощи и энергетика чемпионства не ушла видите по традиции рассказывай кто у нас в гостях сегодня как первый сезон подкаста у нас начинал этот парень так и второй сезон подкаста начинает полузащитник юлиус зоки юлиус привет всем привет вообще ты начинаешь четвертый сезон в составе футбольного клуба шахтер мы тут да прикинули что ты-то у нас получается главный ветеран команды казалось бы как-то быстро неожиданно да ну да уже пару лет но я рад что так получилось потому что я очень доволен здесь быть и в команде и даже в городе все идет так как нужно имя только рад знаешь ли ты какое количество матчей ты провел за шахтер ну да чемпионская игра была сотая да и сейчас суперкубокс 101 слушай ты прям как такой талисман становишься если твоя каждая юбилейная игра будет приносить нам новые новые трофеи то наверное можно заключать бессрочный контракт мы с витей до подкаста разговаривали что у меня все время было такое мнение ну вот юлиус зоки классный новичок не так давно пришел к нам в команду а у тебя уже четвертый сезон и больше ста матчей за солигорский шахтер как миг пролетел как ты ощущаешь свое время в солигорском шахтере но я тоже думаю очень быстро это все летит время я чувствую так что только недавно пришел но я с первого момента как пришел почувствовал здесь что атмосфера такой как одна семья одна команда все клуб работает так как нужно прогрессирует что и самое главное и я очень доволен здесь заработать с этими всеми людьми с которыми я встречаюсь каждый день классно и получается твой четвертый сезон твоя четвертая предсезонка в этот раз была в эмиратах что касается ну вот такого месячного периода потому что там было и минске в манеже потом опять манеже у нас в этом году зима выдалась такая что все никак не закончится расскажи немножко про эту предсезонку во первых месяц месяц безвылазно постоянно тренируясь ну что это такое для для тебя было ну за первое это приятно для меня потому что если считать эту неделю или сколько там восемь девять дней были в минске тогда минус не знаю сколько минус восем градусов и тренировались там в манеже это конечно не легко для нас и потом прилетите в дубаи там все жарко 25 30 градусов но сразу настроение другое на тренировки так что я этот месяц тоже очень быстро пролетел и было очень удобно там тренироваться потому что но погода позволила поля хорошие суперники хорошие так что я считаю очень круто эту предсезонку я просто почему спрашиваю что обычно две недели один сбор длится ну иногда три недели до один сбор длится тут ну вот прямо месяц и понятно особо в нынешней обстановке не налетаешься туда-сюда потому что летишь обратно у тебя положительный тест и все до свидания ну да но для меня знаете как немножко по-другому уже другие ребята бы рассказали потому что я и так один здесь так что мне без разницы если один в солигорске или в минске гостиницы или в дубае даже еще в дубае лучше потому что погода хорошая гостиница хорошая так что море сразу видно зокна так что для меня это было хорошо я понимаю ребята как у которых есть семья и дети так что у них сложнее немножко но я как 6 январа прилетил сюда то первого декабра поеду полечу домой так что мне без разницы где мы будем но футболистам можно завидовать как минимум из-за того что у всех людей которые живут в беларуси три месяца лета у некоторых футболистов солигорского шахтера четыре получилось да я говорю мне было очень приятно там тренироваться и сборы были очень круто в дубае давай тогда к футбольной составляющей сборов расскажи в чем специфика между оаэ где мы проводили этот месячный сбор и сборами в турции например я вижу разницу только в том что команды другие например считать то что наверное в дубае немножко подороже там все сборы но и считать что только хорошие команды там будут так что мы играли там с командами красный удар спартак и но там зенит а в турции нету такие команды есть играем там против я не знаю там сербии команды или из польши казахстана словаки но в дубае играется только против очень сильным командам скажем так богатым командам и как ты вот эти вот матчи для себя оценишь потому что прилетели 18 числа и там через пару дней буквально сразу под динамо киев который уже там какое-то время находился и был гораздо более ну видно было даже функциональным они были посвежее ну да конечно так то но игрок моего ампула или такой левел какой у меня просто получает удовольствие в таких играх потому что вижу что можно учиться с этих игр самым лучшим может получать информацию что где надо работать и если честно первом тайме когда еще у нас сил хватало в обороне отлично сыграли но конечно вышли на второй тайм уже немножко сил не хватало и у них опыт большой качество хороших игроков так что жалко что пропустили два гола но с этих игр против сильным соперником я получил удовольствие и тоже информацию что эти игроки не так далеко от нас как я думал раньше потому что еще можно если мы будем получше чем можно приблизиться к ним мы вот с юра кендышем обсуждали сборы тоже он выделил матч против краснодара как самый удачный для нас хотя самый плохой по счету получилось 0 3 проиграли да да я я согласен максимально мы с юром и после игры обсуждали там что получили удовольствие потому что игра была классная да команда супер краснодар играл как барселона но просто получили удовольствие потому что было хорошие эмоции и мы старались играть и нам и тоже получалось жалко что пропустили три гола но я тоже считаю эту игру очень классной что мы показали тоже класс и не надо стыдно бить за результат нам юлиус а есть какой-то такой трепет или нервяк когда играешь против таких команд как киевская динамо и краснодар даже пусть это товарищеский спарринг на сборах либо когда ты выходишь и видишь там эту буковку d на груди в голубом ромбике все равно ты понимаешь что то вау это динамо киев перед игрой всегда так шутим и между собой с игроками что ну сейчас нас немножко покрутят середина повозят но потом видите на поле и да может быть такой но забывайте все это кто это кто там какая майка видеть только соперника не там фамилию на на майке так что я говорю что только анализируем перед игрой немножко а после игры что как случилось что получилось что не получилось это просто мы не видели фамилию на майке милевске на майке динамо киеве да ну кстати против артем это юлиус как раз довольно часто играл персонально практически я люблю против него играть а почему расскажи я не знаю просто личная мотивация потому что он классный игрок и немножко дать ему почувствовать что чтобы знал что я там тоже да парень немножко да там в это осади да я помню да мы играли первым точно все вспомнил первый тур на стадионе шахтер еще на нереконструированном тогда с динамо брест в начале 18 года юлиус тогда милевского так допек ну я думаю что он он или удалился или почти удалился вот а и видимо после того как юлиус допек милевского на стадионе шахтер его пришлось реконструировать да так милевский вышел из себя хорошо юлиус объясни нам пожалуйста как профессиональный игрок ты понимаешь всю эту ситуацию изнутри почему так много футбольными командами уделяется внимание сбором именно качественным долгим с большим количеством соперников почему вот эта физика которая нарабатывается вот течение там этого месяца полутора так важна потом в долгом сезоне который будет длиться еще девять десять месяцев ну за первый я могу сказать что есть разница если играть в этих странах как белоруссия казахстан и этих и в европейским потому что у них как-то скажем две перед сезонки 1 летом есть пауза там у них такое чуть чуть меньше пауза чем зимой но там тоже надо набрать форму но набирайте только на полгода или на 45 месяцев потому что в декабре они тоже не играют и начинается в январе половина февраля то значит тоже 6 7 недель снова пред сезонка а здесь например белоруссии или когда я был в казахстану вам надо набрать на весь сезон то значит на на 10 11 месяцев набрать два месяца ага то есть у них условно говоря разделено так первую половинку мы на первую половину сезона готовимся а потом у нас еще есть зимой время чтобы там на финиш сезона набрать еще какие-то кондиции а у нас прям должен такое быть 12 раундные да да поэтому немножко тяжелые сборы в этих странах потому что эти первые недели когда еще до первой игры остается два месяца можно поработать жестко хорошую нагрузку дать в европе не могут но здесь например получите травму в начале сборов а еще можете восстановиться и еще снова получите травму а еще опять набрать форму так но не дай бог просто шучу ну а там не то потому что там надо первую неделю поработать а уже потом немножко сыграть какие-то спарринги игры и уже готовить форму на начало чемпионата в европе а можно говорить что вот месяц сборов он по физике гораздо тяжелее чем любой из месяцев долгого чемпионата даже если у тебя там есть матчи еврокубков но июнь и июль еврокубки кубок какая-то ранняя стадия и чемпионат где ты более себя истощение чувствуешь не но если на сборах там надо работать также там и под нагрузкой работы под нагрузкой играете так что а в сезоне когда даже еврокубки самые главные игры для нас или там чемпионат середина там уже надо ладить форму и готовить команду чтобы сделать результат чтобы игроки были легкие чтобы форма был на самом высоком левеле а в предсезонке еще скажем так качество игры не такое главное во всех играх начале еще первую нагрузку надо набрать и подготовить но кондицию себя и потом в конце уже смотрится на даже результат но главное на игру кто кто то что как то есть я скажу такую заезженную фразу если ты хочешь построить прочный дом то если у тебя не будет прочного фундамента то дом можно не строить он развалится то есть мы можем считать сборы таким фундаментом на котором потом будет строиться вся игра нашей команды на протяжении всего года там вплоть до декабря месяца да да я абсолютно согласен надо набрать форму сейчас потому что через сезон не это время даже сейчас немножко сборная пауза есть там пару дней но сколько там три дня можно поработать хорошо чтобы уже готовиться к следующей важной игре это для шахтера первая пресезонка под руководством романа иосифовича григорчука чем он отличался вот в конце прошлого сезона когда он готовил команду к играм григорчук в сезоне и григорчук на сборах это как я бы не сказал что сборы были какие-то тяжелые но было приятно потому что много работали с мячом мало каких-то бегов без мяча практически вообще не было так что так всегда работается хорошо когда есть нас мячом ну и что сказать много тактики делали но то делали в сезоне так что сравнить не кажется что продолжалось то что как он пришел все продолжалось из из зборов и сейчас перед уже перед батой но конечно перед играми немножко более разбираем и соперника и тактику схемы как это а в предсезонке более что и нагрузку надо набрать и даже день-два перед игрой и тоже было нелегкие тренировки ну а предсезоне но когда сезона уже начинает уже там два-три дня уже просто идет спад но такой что не такой тяжелой тренировки нагрузку уже убираем супер кубок во первых этот трофей которого у нас никогда не было до этого года к нему подходили так ну вот кажется да вроде бы такая игра турнир из одного трофея но тяжело наверное так максимально серьезно к этому относиться прям как типа чемпионату или кубку но выставочная официальная игра скажем так но за трофей но за трофей да плюс боте соперник да добавляет конечно нерва то есть все все равно готовились так серьезно к этому и тут 30 минуты хлоп и супер кубок для тебя закончился как ты а так мы готовились практически всю предсезонку к этой первой игре потому что как скажем так самый легкий как бы игра трофей это супер кубок потому что это только одна игра первая игра практически начинается сезон все готовы были вышли на поле я чувствовался отлично все супер легкий был так даже в предсезонке ни одной игры не чувствовался и на 30 минуте случилось то что случилось но бывает футболе а это как сказать грубости яблонского либо есть еще нюансы с этим искусственным газоном на поле футбольного клуба минск так скажем но фол был жесткий но я тоже так играю так что я не могу ничего сказать и просто бывает футболе несчастный случай было я мяч отыграл и он приземлился на мои ноги мне повернуло голеностоп и порвало связки так что слава богу не было надо операции перелома не было так что еще скажем так закончилось не так плохо как могло но жалко то что я два месяца работал готовился к сезону и в первой игре на 30 минуте опять получил травму а будет надо снова работать скажем так то есть у тебя официально травма разрыв связок голеностопа да 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 блин ну это жутко по моему бывает но ты поправляйся скорее откровенно говоря не вспомнил себя просто травм как-то вот честно за это за эти четыре года я вот как-то пытался так специально не проверял но вспомниться мне не получилось один раз было два года назад но второй тур играли в гродно день перед играми играли квадрат здесь второй тур был и саня володько немножко тоже наступил мне так тоже повернула немножко голеностоп так то также тогда выпал наверное на две недели квадрате ха хихи и травму получил это ботешные диверсанты все на самом деле ты съездил в германию да на как я понимаю к врачам чтобы тебя там посмотрели да 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 две недели но тренировался и восстанавливался в дизельдорфе в германии могу только сказать что получил удовольствие от работы там потому что было но было тяжело потому что практически я в 8 утра въехал из гостиницы вернулся всем вечером две тренировки в день плюс процедуры плюс ну просто было много но с другой стороны могу сказать что отличный персонал там был профессионал и было просто супер там работать новый опыт я получил никогда не был так в такой ситуации что восстанавливаться с какими-то травмами с кем-то так что не знал до чего иду не знал что ожидать но просто положительные эмоции только давай договоримся что положительные эмоции такого формата у тебя будут в последний раз и юля узоки постарается без травма но получается какой сейчас план ты сколько времени будешь восстанавливаться и когда плюс минус будешь готов вступить в игру ну я это сказать так не могу но хотелось бы чтобы эту неделю уже начал немножко бегать хотелось бы уже немножко прыжки делал уже так работу протестировали меня там и говорят что много готова так на 70 процентов 70 75 так что еще надо 25 процентов чтобы мог начать бегать но я думаю это скоро уже за два дня все сделаем и в конце недели начну бегать и дай бог чем раньше вернусь в команду же ну то есть сначала ты начинаешь бегать индивидуально потом тебя потихоньку подпускают каким-то командным взаимодействием да 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 первые какие-то разминки только потом может какую-то некий пасс или что-то такое а потом когда уже в игру вступлю в тренировки то уже значит я готов уже играть тогда еще надо набрать немножко кондиции игровой но я думаю это не будет долго но мы тебе желаем поскорее восстанавливаться и все-таки с твоей помощью мы хотим отстоять золотые медали и кубок у нас впереди сам понимаешь я согласен будем готовиться видите у меня к тебе вопрос получается что мы провели супер кубок на синтетике и у нас было два официальных матча на синтетике нашего реконструированного стадиона шахтера и один начин симашка тоже и один начин симашка с энергетиком ты как-то общался с игроками и может быть юлиус ты с партнерами по команде наша синтетика на шахтере мы уж на ней дебютировали плюс-минус на ином стадионе как о ней отзывы отзывы хорошие и синтетика новая то есть там есть полив они ухаживают что касается качества поля то ну нареканий как бы я не слышал например от ребят и тот же самый стадион насимашка на самом деле там же тоже новую синтетику положили вот буквально летом поэтому если сравнить с тем что там было год назад да на симашка дай бог на в каминск вы меняют поле потому что ну юлиус а твои отзывы об искусственном газоне в каминск потому что мне кажется самое скажем так используемое поле в беларуси наверное если подумать я обладает наверное одним из самых худших искусственных газонов я считаю если например что здесь не был но прошлом году был потренировался здесь классно сделали потому что новая да но в этом что там много команд тренируется играет конечно это качество упадает это абсолютно нормально и я люблю играть на натуральном поле так что для меня каждая синтетика не так как натуральное поле давайте тогда последний такой у нас не было его в сценарии подкаста я посмотрел игру против фк минск когда эти прожекторы темнота классные трибунки как в англии близких поля атмосфера во время игры классная была ну ты знаешь мне понравилось и причем я думал что вот матч с неманом был кубковый да мне изначально казалось что народу как будто бы минут 20 до начала игры с минском оставалось а народа почти не было я думаю блин сейчас пойдет человек 300 обидно поздно да потом хоп смотришь плюс-минус только же сколько с нем она может даже чуть больше с учетом того что там вообще 1000 пока разрешено как по мне это было вполне себе ну такая достойная атмосфера и не знаю как команде но болельщикам с тем с кем я общался им как-то прикольнее что ли там оттуда смотреть я просто и подумал на самом деле ведь финансово выгоднее положить на стадионе все-таки искусственный газон учитывая что там и наша академия тренируется а вот положи туда натуральный как юлиус говорит мне кажется можно было бы переселяться главной команде туда слушай ну может быть это значит то что в планах все-таки есть какое-то но там классно чисто футбольный стадион на нем все-таки он по современнее мягко говоря и ну комфортно классно там играть и о том что если сделали так то может быть в планах все-таки есть вот как более масштабное в будущем но футболисты люди суеверные золото все-таки мы завоевали на строители знаешь как-то не хочется менять какую-то эту победную линию супер хорошо был интересный у меня вопрос в момент травмы ты же поехал в больницу да 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 сразу в тайме меня завезли в больницу и там ну на мрт они на мрт на x-ray снимок делали не было там ничего сломанное так что слава богу и смотрели с видом с массажистом смотрели на телефоне игру второй тайм и пенальти тоже но пенальти когда были тогда мне кладли гипс витю не пускали внутри так что просто я только слышал а голос забил а еще пришел пошутил что а проиграли фу такой грустный а потом не шучу выиграли всего тогда сразу эйфория началась даже эта женщина что там со мной работала с начала смеяться я там кричал шахтер чемпионами юлиус побежал уже не обращаю внимание сразу звонили ребятам чтобы нас ждали невероятный накал вот это я понимаю открытие сезона и ведь самое главное мы в эфире уже очень давно ничего не известно продолжать серии пенальти александр гут разводит удар есть и он забивает невероятно солигорский шахтер впервые своей истории сегодня в минске поднимет над головой супер кубок республики беларусь по футболу конечно эти медали награждение уже не успели но хоть успел с ребятами в раздевалке немножко посадить да кстати у меня тоже как-то домчался так быстро успел то есть и гипс положить и приехать в раздевалку так юлиус говорит эйфория была с мигалками обратно ехали я расскажу тоже небольшую историю такую внутряночку ну все уже выгружаются все из раздевалки скажем тогда вещи выносят там игроки выходят автобус грузится выходит юлиус с гипсом но счастливый я говорю ну что как ты воскресенье играю ну то есть это была игра с ним и нам предстоит нормально не получилось ну что поехали дальше собственно старт сезона супер кубок ты смотрел на телефоне тяжело наверное было что-то сказать как ты следил за остальными матчами я все игры видел конечна переживал досмотрел писали перед игрой с ребятами и переписывался и после игры ну я рад что практически все выиграли то что надо и набрали очки с гродном хороший результат до второй игры в кубке так что я абсолютно доволен ребятами как они играли и как результаты создали как по-твоему так вот получается немножко и внутри и со стороны как новички пока влились в коллекцию так сразу могу отметить что нофил и стас опыт большой привез принесли собой то сразу было даже без этого все знали что так будет так что это нам очень помагает а даже будет помагать в играх когда будут важные игры и евро кубки это только тогда покажется еще больше чем сейчас и новые игроки но посмотрите и дембо начал забивать голи и асисты делать так что я я рад за него потому что немного ему не получалось на сборах но но он же классный и талантливый игрок так что я знал что он это придет и я думаю в этом сезоне меньше чем 15 голов не будет у него будет ого и серьезная ставочка да 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 так что например мне очень нравится а валон не с ним тоже хорошо играть но всегда но просто много бегает а я люблю игроков которые хотят играть в футбол может и в бароне помагать и видите асист классный сделал дембу на гол и паси тоже раздали от классное так что с ним хорошо играть в СЗ тоже на сборах неплохо играл очень быстрый игрок помагал шахзот забивает голи но я думаю усилили с хорошо даже например паша за белин очень классный игрок тоже надеюсь его время придет и он может показать класс тоже потому что он показал это уже в гродно так что я думаю здесь тоже покажет мы очень надеемся что и егор филипенко и игорь стасевич придут к нам в гости в наш подкаст но юлиус в квадрат все-таки с ними не вставай на тренировках а то знаешь саша волоскова кстати мне вот мы говорили про как ты играл против милевского тебе ведь и против стасевича приходилось играть против кого хуже скажем так ну мне на милевского игралось очень классно потому что миле любит такой он ждет игрока когда на спине а я играл больше больше игры перед ним играли сачи и так договорились перед игрой что сачи ты будешь стоять за ним а я перед ним все буду перехватывать а если что я его сразу фолю и все чтобы не было если он развернется я его сразу фолю а очень получалось а стас играет играл более с фланга и конечно он фланговый игрок так что было надо пару раз только добегать и стараться чтобы не подал потому что его подача это 50 процентов гола уже так что главное было блокировать подачу какую-то кто вообще твой самый ну любимый мы поняли милевский оппонент самый неприятный самый такой против кого тебе сложнее неуютно да но за меня очень классный игрок хачатурян я могу сказать что тоже тяжело против него играть и например даже коляян уж сложно против него играть умный игрок или комаровский они такие игроки практически которым юлиус патриотично так всех экс игроков солигорского шахтера перечислила не просто там они опытные игроки они знают когда с молодыми легче потому что их можно корпусом и более физически но этих уже знают как поставить себе а и когда уже более уже падают фол и сразу свистят судья так что против них для меня тяжело играть опыт опыт лишь признак мастерства юлиус я помню вот эти последние финальные кадры из матча который мы фильм ставили матч в минске в последнем туре прошлого года когда там идет материться егор филипенко очень недоволен игорь стасевич когда ребята пришли в команду у вас какие-то были такие шуточки в их сторону что мол вот вы там на последних секундах упустили и в этом сезоне все таки все равно решили в чемпионской команде оказаться и переехали в солигорск я не слышал никакие такие шутки просто все что прошло было это все забивается они пришли в команду они уже сейчас шахтер так что не надо возвращаться что было раньше против себя играли или что может кто-то поругался мы с ними но это все забивается мы сейчас одна команда одна семья все что было все уже забили все что было в вегасе остается вегасе то что среди футболистов было на газоне остается там а внутри человеческие отношения это никак не влияет да 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 согласен я посмотрю мы все футболисты наверное друзья просто видим на поле да это эмоции все понимается игра закончилась позже мы руки извинимся и все мы друзья можем посидеть поговорить все закончится с последним свистком судью круто кстати про фильм ты вспомнил мы его показывали на встрече с болельщиками юлиуса не было и я вспомнил такой нюансе у нас ведь там индивидуальные награды да вручались в общем юлиус свой разный рекорд поставил небольшой он стал вторым в голосовании болельщиков а антич стал лучшим игроком прошлого года и он стал вторым в голосовании игроков и тренеров то есть там сачивка выиграла юлиус был вторым приятно что ну конечно с болельщики что с ним мое отношение с ними вообще топ и то что мне приятно что то что одна клубники меня уважают и я это не знал сериал могу сказать что я только видел что сачива получил я тоже за него голосовал если так скажем и я не ожидал даже сейчас немножко сюрприз для меня но такой приятный посмотри я в первом сезоне тогда был второй после бака я второй сезон был наверно тоже второй после бака я третьем сезоне получилось так на не тогда был третий тогда коля нужны 2 а сейчас был после нико антича 2 да так что второе место тоже хороший может быть стабильность признак мастерства юлиус в этом году мы играем во всевозможных турнирах мы еще в кубке мы в чемпионате причем у нас такая двойная психологическая нагрузка нам нужно отстаивать титул и у нас давно не было лига чемпионов квалификации расскажи нам пожалуйста как организм команда вот должны пройти весь этот длинный сезон где соблюдать баланс будут ли какие-то не знаю моменты может быть где нужно немножко замедлиться потом ускориться куда расставить приоритеты как это все вот внутри клуба происходит внутри команды если хотите практически всех все турниры выиграть или скажем так в еврокубках чем дальше чтобы в группу попасть надо каждую игру выиграть даже у нас чемпионов хотим быть чемпионами так то каждая ничья каждое поражение нам уже убирает эти шансы для нас каждая игра самая важная и это сложно для менталитетов каждого игрока потому что хочется не хочется но невозможно настроиться на каждую игру на 120 процентов так как настроимся например на бате в суперкубке конечно потом сложнее будет в кубке через пару дней играть все люди должны понимать что просто это невозможно на каждую игру на 120 процент да можно три месяца но стараться но это металитет каждого человека что просто невозможно а если так много игр будет будет хорошо когда будет ротация игроков потому что каждый игрок получит шанс должен быть более мотивирован чем тем что играет скажем так немножко ну и за это надо просто я хочу чтобы люди тоже понимали что не так легко все игры выигрывать потому что да сейчас выиграли три игры супер немножко может что-то не получалось там забить в противе в каминске ли что но главное выиграть игры для нас а для нас самый главный результат так что я бы хотел попросить людей чтобы понимали нас мне кажется лучше всего твои слова подтверждают последние минуты последнего тура прошлого чемпионата когда мы прекрасно понимаем что там ключевой момент может сыграть не просто одна лишняя победа над соперником какую нет там а даже один турнирный балл то есть где-то там в серединке двенадцатый четырнадцатый тур кажется середина ну потом еще нагоним сыграл в нищу в городе проиграл энергетику а потом на финише сезона ты еще сторо вспомнишь вот это где-то не добежал там в середине чемпионата и так далее ну да в прошлом сезоне много от потеряли очков таких скажем так глупых где не было надо где играли даже хорошо они могли забить там 0-0 там славе мозг когда проиграли даже дома динамо минск просто играли играли и не могли забить гол и пропустили проиграли 0-1 так и игры нельзя проигрывать я просто еще тоже хотел бы обратить внимание на фразу юлиуса про ротацию то есть если действительно тяжело этот уровень мотивации поддерживать на конкретного соперника то я думаю что внутри коллектива можно создавать ситуации когда ну идет борьба за место в составе и тогда уровень мотивации ну у тебя в любом случае но это работа тренера наверное да уже как психолога который видит если так что-то парень поверил себя не добегает надо дать шанс молодому так это работает юлиус ну бывает и так конечно мы показываем у нас здесь всегда разборы после игры и все всю мелочь показываем и решаем и конечно если кто-то думает что да я звезда сейчас забил гол или поиграл две-три игры хорошо и сейчас две игры просто буду стоять но так не бывает сразу наказание и на скамейку и осталось интересно ну вам григорчук сказал в начале сезона что забудьте все что было в прошлом году мы начинаем новый путь и желательно чтобы он тоже стал максимально успешным ну конечно так то мы же встречались тем что да было хорошо в прошлом году но хоть хотим намного лучше в этом супер я просто подумал о том что как-то необычно для солигорского шахтера на старте сезона мы очень много выигрываем то есть прошлом году мы как-то так начали немножко грустно а потом такой отогнал от себя эту мысль и подумал не 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 вот этого триллера и валидола в последнем туре чемпионата нам больше не надо лучше со старта с первого тура и пошел пошел вперед ну конечно это оптимистичного ты так но слушай у нас же ведь была тысячи четвертого года вот это великая беспроигрышная серия на стадионе строитель когда мы там несколько лет не проигрывали упала я надеюсь может быть что-то повторится но не просто повторима и лучше будет честно говоря на нас сейчас да смотрят все как на супер фаворита да откровенно вот смотришь на батэ да мы с ними играли в суперкубке ну да уж листасевич филипенко большая потеря для них смотришь потом на состав нихайчик драгуна скавыш который там миллион голов забил в прошлом сезоне смотришь на динамо минск да то есть если к нам условно ушел стасевич то от нас один на минск ушел селява но да да который вот юлиус не даст соврать я думаю один из твоих таких тоже важных партнеров по ну конечно так я если скажу что я за сочевку но голосовал что он лучше был тот селява был второй у меня в списке вот так что конкуренты сильны ну не знаю у тех кто уверенно смотрит вперед нету времени оглядываться назад на преследователей шах и мат ну что будем тогда потихоньку заканчивать юлиус в конце на позитивной ноте расскажи как-то отдохнул в межсезонье ну у нас же так скажем так я весь год не был дома 11 месяцев был здесь белоруссии так что просто ждал ждал когда домой уже даже в календаре крестики делал и когда пришел домой немножко не так было потому что сразу я в карантине сидел там 10 дней потом вышел с карантина все закрыто у нас словаки ну просто lockdown потом мамка тоже ну не заболела ну просто тестировали и у ней тоже был коронавирус так что мамка папа тоже были в карантине так что я их с ними опять снова не был с ними там 10 дней так что 30 дней 35 что было у меня практически свободных я с ними половину не был а друзья тоже дома сидели но просто скучно было уже не мог дождаться когда вернусь сюда в белоруссию да и даже когда пришел сюда после месяца там все закрыто никого не видел на улице здесь пришел тогда снег упал когда я прилетел в моменте но много-много я вышел просто погулять и видел эти счастливые лица эти дети как играются даже взрослые людей ходили улыбались там что-то у вас здесь какой-то праздник или что рождество может быть или что или новый год я не знаю но просто видя людей а просто так приятно стало что классно потрясающе юлю здоровья твоим родителям и твоим близким на этом все мы завершаем наш первый физический выпуск второго сезона подкаста вся соль надеюсь что это мы запустили наш первый в беларуси спортивный подкаст и сразу наша команда стала чемпионом я надеюсь что это как-то взаимосвязано и в этом году на такие прекрасные парни наши футболисты подтвердят свой статус и что-то подобное у нас получится золотое и в 2021 году на этом все подписывайтесь на наш подкаст на всех удобных для вас платформах комментируйте советуйте в группах в социальных сетях виктор создал телеграм-канал футбольного клуба шахтер мы и там начнем публиковать выпуски там можно все это комментировать советуйте рекомендуйте пишите добрые слова наши футболистам их болельщики ведь тоже мотивируют правильно конечно на этом все меня зовут егор колесник подкаст вся соль у нас в гостях был юлиус зокер рады были тебе безумно видеть ты первый человек который пришел в наш подкаст второй раз и дай бог еще будешь приходить снова и снова спасибо вам большое и виктор володько пресс-секретарь футбольного клуба шансер солигорск рад был себя видеть да очень приятно действительно как ты называешь физически первый подкаст конечно странновато словосочетание я думаю люди поймут да все были рады был рад пообщаться увидимся все всего хорошего и пока пока до свидания до свидания